Приветствую вас и постараюсь обратить ваше внимание на несколько моментов, которые я считаю важными, которые, как мне кажется, могли бы вам лучше понять себе. Начать, пожалуй, я бы хотел с того, о чем вы сказали в конце своего письма, что человеку хорошо в одиночестве, но когда ему дают понять, что он не один, очень тяжело опускать его и вновь становиться одиноким. Этот аргумент, эту фразу использовали для того, чтобы показать противоречие своим желаниям, вроде бы быть одной, но при этом потребностью человека рядом с вами. Дело в том, что сознание это очень гибкая, скажем так, категория. И когда человек находится в одной ситуации, в одном положении, его сознание находится в одной форме. И оно, сознание, способно расширять себя, если разребуется по мере развития отношений. И когда происходит расширение сознания, в этот момент вы чувствуете, что вы влюбляетесь, в этот момент вы чувствуете потребность другому человеку. Когда вы вновь остаетесь одна, вновь чувствуете, что вам никто не нужен, вроде бы как, сознание сужается. И разница между этими двумя состояниями лечь в том, что расширение сознания приятно, сужение больно. То есть каждый раз, когда сознание сужается, когда вы вновь привыкаетесь к тому, чтобы быть в одиночестве, вам больно. Но больно вам только до тех пор, пока сознание проходит процесс сужения. Иначе говоря, если вам будет удобнее, такая позиция, что сознание адаптируется к различным ситуациям человека. Вот мы одни, у нас сознание работает в одном ключе. Вот мы перестали быть в одиночестве, сознание адаптируется к новым условиям. Для этого нужно время. Вот эффект новизны, эффект неуверенности и так далее. Потом опять вернулось обратно в одиночество. Сознание тоже самое, нужно время, чтобы адаптировать. И если в первом случае адаптация связана как бы с расширением, с неуверенностью в себе, с познанием чего-то нового, то во втором случае, сознание связано с болью. И соответственно адаптация также связана с чем-то негативным в данном случае. Поэтому то, что с вами происходит, то, что вы можете быть в одиночестве, то, что вы не испытываете особой потребности никому, это не значит, что вы не готовы к отношению. Это значит, что на данный момент сознание адаптировалось к тому, чтобы вы были в одиночестве. Если вы чувствуете, что появился молодой человек, с которым вы не хотите быть вместе, вновь начнется обоширение вашего сознания и потребности появятся. То есть, еще раз, само по себе отсутствие нужды в человеке рядом с вами, само по себе, это не является доказательством того, что вы не готовы к отношению. Следующий момент, который мне хотелось бы вам показать, это момент, который вы описываете в начале своего письма, где говорите, что вот вы познакомились с молодым человеком и начали общаться с ним, значит, очень быстро и моментально в него влюбились. Моментально в него влюбились и вас даже не остановил тот факт, что у него есть девушка. Этот момент очень показательный, потому что вы понимали, что он не может быть сладом, молодой человек, и он вам об этом говорил. Вы понимали, что он разрывается между вами и другой девушкой, а вы вынуждены его делить. И несмотря на то, что вы его делили, вы все равно были с ним. Из этого можно сделать, не сложный такой вывод, что он вам был нужен. Он был вам нужен. Для чего? Для того, чтобы удовлетворить какие-то ваши потребности. И самая главная потребность, которую вы удовлетворяли, это потребность в беге, в защите от одиночества. Вы не были одиноки рядом с ним, и для вас это было самое главное. Вы не хотели вновь опять становиться одной. Вы были одной, вам было хорошо. Когда вы перестали быть одной, вам стало еще лучше, и вы боялись, что опять вновь вернетесь туда. Именно поэтому вы плакали, именно поэтому вы переживали процесс адаптации к одиночеству вновь. И отсюда несложно сделать вывод, что человека в вашем письме, вы видели, как средство, не стремясь при этом сделать его счастливым. Почему? Потому что, если бы вы как среди сделать его счастливым, вы бы сказали, у тебя есть девочка, вот ты с ней встречаешься. Если ты решишь, что со мной тебе лучше, я готова тебя принять. Но только после того, как ты разойдешься с девушкой. Прости, но делить тебя я ни с кем не буду. Просто ты мечешь от меня к ней, это не их счастье, не их гармония. И я не хочу разрушать твои отношения. Вы так не сказали, вас это не основывало по вашим словам, что вы с девушкой. Значит, вы преследовали свои цели. И преследование своих целей не есть что-то плохое. Конечно же. Это нормально, что человек в отношениях преследует свои цели. Нету осуждения к вам. Но это приводит к несчастью. Когда людей мы воспринимаем как средство, это приводит к несчастью. Потому что люди ощущают, во-первых, это. Во-вторых, сама ваша направленность в деятельности по отношению к человеку. Свидетельствуют о том, что, простите, вы ощущаете свои интересы. Не интересы молодого человека, а свои. И это дает осветство, рано или поздно, но всегда. Поэтому для того, чтобы любить и быть любимой, чтобы обрести семью, необходимо направлять свою силу, энергию, лавку, любовь, тепло и заботу на того мужчину, которого вы выберете. И исключительно на него. И делая это, смотрите на то, как он относится к вам. И если он делает в ответ то же самое, то есть для вас его интересы на первом месте, для него ваши интересы также на первом месте, это значит, что нашли своего человека. Но если вы в отношениях с молодым человеком защищаете свои интересы, а он в отношениях с вами свои, это отношения по расчету, и они будут длиться до тех пор, пока это выгодно вам обоим. Если кому-то выгодно это перестанет быть, то тут же произойдет реверс. И вновь вам придется привыкать к новому своему существованию. Что бы там ни произошло, необходимо не спешить, но и правильно организовывать свое отношение к мужчине. И для того, чтобы правильно организовывать отношение к мужчине, нужно четко понимать, чего этот мужчина хочет, что ему нужно, и можете ли вы ему дать это, как женщин. Соответственно, желательно бы и вам самостоятельно понять, чего хотите вы, но вы, в принципе, это озвучили. Вы хотите семью, хотите любить и быть любимой. Соответственно, смотрите, может ли мужчина вам это даст. То есть, будет ли он ставить ваши интересы, превыше своих. Если будет, то хорошо, значит это ваша машина, тот, который вам подходит. Если нет, значит не подходит. Мужчина, в которого вы влюбились, он преследовал свои интересы, хотя и был достаточно честен, чтобы говорить о том, что у вас ничего не получился, но недостаточно честен для того, чтобы не вступить в самую внутреннюю связь, то есть изменить своей девушке, но об этом мы не будем. Этот человек вам не подходит. Соответственно, опыт вы получили. Опыт того, как мне нужно делать. И надеюсь, что мой ответ поможет вам лучше понять те недочности, которые вы допускаете в своем поведении, исправить их и тогда сделать свою жизнь счастливой, такой, какой вы хотите ее видеть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Пуду вам. Благодарю. Благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...